Всем привет! Вы на канале Apollo Games и мы продолжаем играть в Pathologic 2. Перед началом ролика я хотел бы вас оповестить о том, что с 7 числа я собираюсь постримить что-нибудь, какую-нибудь, наверное, выживалку. Ну, либо там на стриме еще подумаем по части игры, либо я за это время уже что-нибудь точно придумаю. Но это как бы не важно. Если вы уже заметили, у меня поменялся микрофон, то есть звучание вроде как должно быть как-то получше, шумов не должно быть и он не ловит сигналов телефона. Вот на старом микрофоне постоянно трещание было такое. Это вот от связи типа и всего такого подобного. Так, ну ладно, давай продолжать. Что у нас тут? Курьеры ищут генерала Блока. Он может быть в любом из оставшихся очагов мятежа. Два очага нам еще предстоит проверить, но сначала еще секретик посмотрим. О, а вы тут палатки свои поставили, да? Так, что там появилось? Сколько мертвых? Что здесь произошло? И где курьер? Одного из курьеров убил Данковский. Убил, чтобы спасти Многогранник. У него на то свои причины. Он не знает, как устроен мир. Но, может, Многогранник и правда должен жить? Ну, я думаю, да. Так, он где-то был на берегу. Ну да, вроде вот здесь. Вот он, ящик. Обыскать. Так, опасная бритва, ноготь, патроны для дробовика и там орех, изюм. Опасная бритва не вместилась. Нужна ли она нам вообще? Ну ладно, давай заберем. Почему бы и нет. У нас там скопилось на базе уже штук пять, если не больше. О, это самозванка или Клара? Самозванка. Мои покровители отреклись от меня. Изгнали меня из дома. Но они за это поплатятся. Просто не нужно судить никого, не нужно наказывать. Да-да, почитай мне еще из той доброй книги. Любого можно понять, любого можно простить, даже себя. И то можно. У тебя руки в крови, да? Эти трупы на твоей совести, да? И как же тебе удалось перебить такую гору солдат? Тут был бой. Солдаты генерала пришли к мятежникам. Сказали им сдать оружие. Мятежники стали стрелять. Видишь, все раны от пуль. Я шла следом за генералом. Услышала выстрелы. Пришла, попыталась лечить. Я умею лечить руками. Ты разве не знал? Лихо ты налечила. Да тут тел двадцать, не меньше. В этот раз у меня ничего не вышло. Кажется, я утратила все свои силы. Почему? Не знаю. Скажи мне, кто ты такая? Я божий человек, через мои руки Бог себя людям являет. Ай да скромница ты. Я уже ничего не знаю, вера моя ушла. Раньше верила крепко, надежно. Люди тоже верили мне. Говорили, что я святая, а теперь ничего я не знаю. Ты что, в самом деле спасала людей? Сколько их вылечила от песчанки? За эти одиннадцать дней человек триста, наверное? Я не считала. Но сегодня я никого не сумела спасти. Слишком поздно пришла. Триста? Ты можешь спасти еще больше, у тебя же в руках панацея. Пока нет. Пока? Но ты же все узнал. Понял, как сделать лекарства. Понял-то понял, только способ этот страшный. Ты боишься? Расскажи, поговори со мной. А я тогда и про себя все пойму. Нет, сейчас уже не время для переживаний. Говори, был тут курьер с бумагами для генерала? Это тот, что лежит в воде? Он не утонул, его тоже убили пулей. Угу. А не то, я могла бы... Что? В воде? Ну, значит, бумага мхана. Это важно? Что за бумаги? Ничего, должны быть еще курьеры. Надо спешить. Ты ведь уже знаешь, что делать. Ну, правда, ведь сам... Сам же знаешь. Ты уже сам все сказал. Вырву острие, застрявшее в теле земли. Башню придется разрушить. Не-не-не. Нанесу этому городу непоправимый урон, чтобы выжило то немногое, что от него осталось. Чтобы у него было будущее хоть какое-то. Пролью кровавые реки. Все, как и было предсказано. Все бурахи ломают кости, рвут ткани, режут по-живому. Стал бурахом, проливай кровавые реки. Нет, не знаю, не все так просто. У меня есть еще время подумать. Но так-то да, я не собираюсь, чтобы башня разрушалась, и типа все эти существа умирали. Не собираюсь идти таким путем. Ну, давай типа так, чтобы дальше диалог продолжился. Ты сам все сказал, сам все знаешь. Делай, что должен. Это и есть судьба. Только так и можно ей одолеть, наверное. Просто принять, но понимая, для чего это было нужно. Если бы ты не понял, ты стал бы ее рабом. А теперь, может, станешь хозяином, потому что жизнь продолжится и будущее будет. Ты еще сделаешь что-то? Сделаешь? Сделаю, да. И еще. Сейчас сюда придут люди. Если они тебя увидят, то будут стрелять. Не потому что плохие, просто так вышло. Не трогай их, ладно? Я сама разберусь. Все будет хорошо. Никому не придется умирать. Если только ты уйдешь отсюда тихо и незаметно. За тобой придут? Они... Они такие из-за меня. Из-за меня. Но одни меня не тронут. Пожалуйста, если ты хоть немного мне веришь, просто уходи. Ты не сможешь с ними поговорить. Тут нет другого решения. Только спрятаться или убить. А зачем проливать еще кровь? Да, мне предстоит другое кровопролитие. Что здесь? Одного курьера убили в перестрелке. Снести многогранник, пролить реки крови, сварить панацею на всех. Это единственный способ подарить городу будущее. Так, а я винтовку случаем не могу забрать? Мне, наверное, уже пора убегать. Но, может, я что-то могу здесь сделать. Где вон там в воде лежит труп? А, вот он. О, а вот и бумаги. Ничего, все в порядке с ними. Странно. Ой. Ой-ой-ой. Они у меня сейчас будут стрелять. Они кричат мне руки. Ну, в смысле? Нет, нет, нет. Только не попадайте по мне. Ё-моё. Это мы куда попали? Тут они везде просто. Стоп. Надо водички бахнуть. Где вода-то? А, вот она. Неплохо так нас прижали. Мэдрелл выпью, чтобы усталость восстановить. Чтобы жизни не отнимались. Они за мной не будут идти? Ладно. Это уже лучше. Стреляют. Но не бегут. Так, куда дальше? Как мне выйти-то теперь отсюда? О, заставка какая-то. Они что, стрелять уже собрались? Время всего лишь 3 часа дня. А, ну только... Понятно. Прицеливаются. Ну, то есть дают понять, что надо побыстрее это всё решать. Подходим к последнему очагу мятежа. Вот тут и пушки уже стоят. И также дохлые военные. А вон кто-то стоит. Давай поговорим. Лоялист. Стоять. Стою. Руки покажи. Вот они руки. Здоровья. Три шага назад. Кругом и бегом марш. Блок где я с поручением. Вон камень. Вроде как птичий клюв. Бой туда ушёл. Так, гражданский. Три шага назад от меня я сказал. И по дуге марш. По широкой. Это вороний камень. Не нервничай. Хорошо. Всё, всё. Всё, только не нервничай. Один курьер попал в перестрелку между солдатами и мятежниками. Возможно сумею найти его по следам схватки. Ага. Камням топать. Далековато. Так, подходим. Там какой-то дым. И военный стоит. Офицер. Курева есть? Нету. А выпить земляк? А водички хотя бы горло промочить? Ну или покрепче чего? Ежели жаба не жаба. А? Бой был кто кого. Ну давай, держи водички. Вот занесло же нас. Три четверти личного состава за два дня потеряли. Это у пепла-то. На бродах нас было в пятеро меньше. Веришь? Убитыми потеряли одиннадцать. Ранеными сто восемнадцать. Пепел всегда людей берёг. А тут сам чёртов ад под ногами раскрылся. Три четверти. Считай шесть сотен ногами вперёд. Пепел где? Вон, к заводам отошли. Там и закончили вроде. Не робей служба, спасёшься. Может быть. Оспа-то это песочная. Что, в самом деле от мысли передаётся? Знаешь чего? Это не оспа. Так. А, ну типа я же ему воду отдал. Думаю, чё упало. Один курьер попал в перестрелку. Вроде бы вижу кого-то, кто может знать о его судьбе. В кабак зайти? Ладно. Зайдём. Только тут я ничего не могу сделать, нет? Вот чё-то им вообще плохо. Какая-то вообще глупая беготня. Вот мы прибегаем, поговорим там пару слов и всё. И в другой конец карты бежать. Как будто какая-то вот прям недоработка, не знаю. Ну могли бы хотя бы как-то там ещё сюжетиться, прикрутить. Так, что я тут должен сделать? О! Здорово. Поговорить с тобой нельзя, нет? Какой-то сброд. Занял кабак. Главарь, ты кто такой? Артемий Бурах. Ещё один Бурах. Смешные вытушки. Ишь, Бурахов-то развелось. Чего? Что ты сказал? Удивился. Ты сам-то понял, что ты сказал. Чего хотите от меня? Пулю вытаскиваешь? О ножичках своих не волнуйся. Там всё есть. От предтечи твоего осталось. Дырку штопаешь. Ему лишняя дырка без надобности. Либо ты делаешь, либо тот клоун делает. Выживет наш корешок, оба хромаете к своему генералу. Но не выживет тогда на ремни вас обоих. Он очень странно выражается. Видимо, кого-то надо подлечить. Он Бурахом, значит, назвался. Жить, видно, очень хотел. Назвался, пускай отдувается. Где ваш раненый? А? Вот. А кто назвался-то? Не понял. Ты? Нет. Это главарь. Они дадут мне поговорить с курьером, пока не заштопаю раненого головореза. Ну или не заставлю их. Ммм. Ясно. Это курьер. Прикинулся. У меня мало опыта по обработке пулевых ранений. Здравый смысл подсказывает, что в таких условиях извлечь пулю и обработать рану почти невозможно. Но я знаю линии. Или думаю, что знаю их. Ох. Будет сложно, да? Я сохранился же перед этим. Ну ладно, тогда нормально. Эй, кто там? Держите его да покрепче. Кипятите воду. Много воды. Все бинты, что есть в сумке, сюда. Пару рубах длинными полосами нарвите. Пинцеты с сумки. Давай типа сначала, наверное, как-то. Ммм. Так. Пуля попала в живот. Худо. Скорее всего он умрет. Раненый закутан в свитер и в несколько рубах. Под рубахами ситцевая ткань. Вероятно, он думал, что драпировка защитит его от заражения. Моем руки, кипятим пинцет и скальпель. Спирту сюда. Да не водки, а спирту есть. Срезаем одежду. Все это тряпье вокруг раны. Давай кипятим пинцет и скальпель. По виду рана не из легких. Хреновая, прямо скажем, рана. Похоже, винтовочная пуля попала в него рикошетом. Шанс все-таки есть, но небольшой. Промываем рану водой. Дезинфицируем рану спиртом. Перетягиваем тканью торс сверху и снизу от раны. Перетягиваем торс снизу от раны. Стягиваем тканью ребра. Не, это фигня какая-то. Ммм. Промываем рану водой давай. Пациент хрипит и заходится сухим рваным кашлем. Зондируем рану пинцетом. Надзираем края... Ой, надзираем. Надрезаем края пулевого отверстия скальпелем. Успокаиваем пациента осторожно, но крепко фиксируем голову левой рукой. Да блин, я не врач, я откуда знаю, что делать. Надрезаем края пулевого отверстия скальпелем. Давай, наверное, зондируем рану пинцетом. Похоже, что профиль раны удачный. Энергия пули была небольшой. Пробивное действие незначительное, но рана загрязнена обрывками ткани. Начинаем дренированное... Дренирование раны. Я даже не знаю, что это такое. Да вырубите вы его нахрен, чтобы не дергался. Оттягиваем края раны. Быстро промакиваем бинтами выступающую кровь. Ни черта не видно. Давай попробуем дренированное... Дренирование раны. Что-то твердое там внутри. Что-то маленькое. Осколок кости. Какие к черту кости в животе? Вытащить, чтобы это не было. Идем дальше, там видно будет. Засунуть палец в раневой канал. Давай дальше. Пуля. Это точно пуля. Она родимая. Тащим резко, решительно. Осторожненько. Давай осторожненько. Готово. Дезинфекция, перевязка стерильными бинтами. Тут уже думать не на чем. Жить будет. Все? Серьезно? Мы вылечили? Время поговорить с курьером. А где курьер-то? Куда он делся? Это ты? Да. Артемий Бурах. Похож. Ты мать твою кто такой? Я продолжаю тебя. Не понял. Я новый актер. Твой, так сказать, продолжатель. Преемник. Нового нанимают, когда умер старый. Что, правила поменялись? Не разберешь. Теперь режиссер говорит. Умываю, мол, руки. Делайте, что хотите. Стало быть, импровизируем. Я деньги вперед получил. Отрабатываю, как умею. И что ты умеешь? Я тебя продолжаю. Не трогай меня, человек. Я твое зеркало. Не убивай меня. Я тебе обеспечу бессмертие. Ты умрешь, я продолжу тебя. И что ты надумал? Я заранее встал на твой путь, чтобы ниточка не оборвалась. Прошел по твоим стопам. Я был у воды. Говорил с самозванка. Я видел туманных солдат. Кстати, как с ними ты обошелся? Стрелял? Убежал? В общем, я же тебе не мешаю. А так, я уже создал новую связь. Ты ведь любишь связи? Люблю, только я люблю сам их вязать. Ты и я, мы связаны. Мы оба живы. Оба играем одного человека одновременно. Значит, мы победили. Кому будет плохо от этого? Я кого-то играю, смеешься ты человек. Я и есть настоящий. Тот самый. Единственный. Вот я и говорю. Я тебя продолжаю. Умрешь, я продолжу. Похоже, я лучше тебя понял замысел нашего режиссера. Где курьер? Ты охотился, что ли, за ним? Задача такая была. День, в который гору спекловит курьера. В этот день Бурах пробует его погубить, чтобы тот не отнес бумаги армейскому генералу. Я пытался его порешить, не сумел. Где курьер? Да кто ж его знает. Жить хотел, убежал. Можно понять. Как ты так оплошал-то, а, Бурах Артиний? Я курьера добить не успел. Видишь ли, руки у тебя слабые. Драться ты так и не научился. Вот я и страдаю. Ведь я продолжаю тебя, не забыл? Ну, я тебя не осуждаю. Вряд ли врачам это нужно. Но если бы ты умел посильнее бить, не бежал бы сейчас никуда наш курьер. Распоряжаешься, будто меня уже нет, да еще и делаешь плохо. Ловко ты перевел. Руки б тебе оторвать. Ты же самозванец. По той лишь причине, что я-то еще живу. Я Исидор Газара. Я иду путями Артемия Бураха. Изучая их и пытаясь честно им следовать. Это мой единственный интерес. Ну что, разбежались? Кажется, я начинаю его понимать. Хорошо, продолжай меня. Интересно, как это у тебя выйдет? Я продолжу тебя. Пойду догоню курьера. Вот так вот давай. Так, один курьер еще где-то там, на улицах. Он истекает кровью. Черт, ну как? И как его искать? Мне тоже интересно. А что там в акте третьем у нас светится? Я забрал награду из фонда. Сколько можно? Все, ни с кем поговорить больше не могу. Вышел из КБК и сразу со мной кто-то тут начал говорить. Тебя ждут, тебя ждут. Говори, говори сейчас, выполнишь ли ты свой долг. Кто вы, странные существа? Мы сделаны из земли. Мать Бодхо кормит нас живой кровью. Свок смотрит на нас из глубины. Шабна Кадык. Я думал, это был только сон. Бетехараан. Упшея у нашего порога стоит. Большая утрата. Все, что осталось от нас здесь, перед тобой. Чего вы боитесь? Тебе ее кровь нужна. Выпустишь кровь из земли. Мать Бодхо умрет. Ты ведь этого хочешь? Без этой крови не обойтись. Придется принести эту жертву. Я этого совсем не хочу. Если погибнет она, мать Бодхо, то погибнем и мы. За баллон. Больно, жалко. Нас осталось совсем немного. Смерть не страшна. Но разве не жалко тебе? Мне вас жалко. Жалко слабых и обреченных. Жалко, когда умирает последний тур на земле. Пожалей нас. Мне очень нужна эта кровь. Это выше меня. Я врач. Я отвечаю за город. Он в агонии. Но что-то все еще можно сберечь. Ну, давайте, пожалеем. Эмшен осторожен. Кто осудит его? Ну, пожалей нас. Чего вы от меня хотите? Ты только нас пожалей. Не убивай нашу мать. А меня кто пожалеет? Значит, мы пришли проститься с тобой. Боярта. Бояртай. Хаяла. Идите, у меня еще будет время подумать. Жив один курьер. Он ранен. Где его искать? Типа все, что осталось. Да тут спасать-то и никого. О, понятно. Я уже думал тверинчик искать. Но это, видимо, и есть, да, курьер? Обыскать. Приказ инквизитора. Давай, веретину нафиг выкинем. Держи веретину, чувак. Может понадобится. Так, и что тут у нас открылось? Один курьер еще где-то в городе. Он истекает кровью. Последний курьер где-то в городе. Где? Все эти дни город нашептывал мне, куда идти. Но сейчас он молчит. Кажется, пришло время впервые подумать своей головой. Раненому курьеру был нужен хирург. Но я опять не успел. Если я сожгу бумаги или спрячу их до 22.00, солдаты уедут без стрельбы, живое не умрет. Чудеса не погибнут. Если я отнесу... Если отнесу в штаб бумаги с приказом, пушки выстрелят. Снесут многогранник, будет река крови, будет панацея на весь город. Армия отбывает. В руках последняя копия инквизиторских документов. Выстрелят ли пушки. Срок до 22.00. День получается 11, но мне уже нужно выбрать концовку? Серьезно? Ну давай, думаю, до 22.00 подождем. Просто сейчас поспим. Больше у нас никаких заданий, ничего в городе вообще нет. Кроме тайничка. А потом посмотрим еще вторую концовку тогда. Я думаю, это все. Уже. Можно морфия бахнуть, чтобы лучше выспаться. Правда, думаю, это уже ни к чему. Так, время 6. Ну давай, типа, 4 часа поспим. Так. Сны. Нет, снов никаких нет. Все. У дурк это живая земля. Из глубин веков возвращается древняя вруксы. Время вышло. Промедление сделало выбор за меня. И что дальше? Давай выйдем. Может быть нас кто-то там ждет? Да? Кто-то есть. Поговорить. Грибок. Ты подумай еще разок как следует. О чем? Башня всем была хороша, кроме одного. Кто там жил, никак повзрослеть не мог. Оно, конечно, интересно, но уже начинает надоедать немного. Повзрослеть, значит, хотите? Башня мешает искушение уж очень сильное. Если бы ее не было, нам бы, пожалуй, проще стало. А пока стоит... Силы воли не хватает, чтобы отказаться. Так и торчишь в ней сутками напролет. Ты бы сделал с этим что-нибудь. Нет, уж воспитывайте волю. О, мой бык что ли? Кричит. Где-то в этой стороне. Он где-то здесь стоял. Нет? В смысле? Ну что мне дальше делать-то? О, день... Получено достижение, ночной финал. День 12, в который гаснет свет. Так, подожди, мысли. Мира живает. Что это значит для меня? А тут... Так, ну это в фонде опять награда. И тут опять в фонде. Награда. Кода. Давай поговорим. Попутчик. Тяжелый сентябрь выдался в этом году. Думал, ты спросишь, как я оказался в этом гробу. Ты пережил смерть, это твоя победа. Ты единственный выживший. Пережил смерть, это шутка такая. Почему болезнь одних убивает, а другие переживают ее? Ведь казалось же, что чума убивает всех. Может, со смертью все так же? Мы думаем, что смерть отправляет каждого в небытие, но если вести себя правильно, интеллект может преодолеть смерть точно так же, как организм преодолевает чуму и летив. Как же победить смерть? Осознать, что она не исчезновение, а граница. Любую пропасть можно перешагнуть, довольно лишь убеждение в том, что она просто очередная преграда. Наивно думать, что победа над смертью это бессмертие. Бессмертие утомительно, если ты остаешься таким, каков ты есть, или тем паче деградируешь. Если не бессмертие, то что это, где ответ? Что ты сделал с городом? И что город сделал с тобой? Вы не смогли бы решить эту задачу друг без друга. Такие разные существа. Огромный город, маленький ты и неразличимый микроб. Вас было трое. Вы были нужны друг другу. А что я сделал с городом? Ты понял его, ты связал его разорванные части. Провести новые связи между вещами, которые прежде казались несовместимыми. Это и значит понять. Понять значит стать другим. То, что казалось смертью для тебя прежнего, для тебя нового, просто трещина в земле. Через нее можно перебраться. Хоть она все еще весьма широка. Как будто городу много дела до того, что я понял. Что я его понял. Ты пожалел свой город. Ты следовал любви. Ты решил, что нельзя отнимать жизнь у последних небывалых существ. Ты понял, что сама песчаная чума это жизнь. Ты любишь все живое. Смотри, город тебе благодарен. Он изменился. Что станет с его обитателями? Я не знаю, я их отпускаю. Ты слышишь? Официально отказываюсь от них. Иди, попрощайся с ними. Они тоже хотят попрощаться с тобой. Спасибо тебе, попутчик. Это важно. А потом ты куда пойдешь? В сердце города, на центральную площадь. Не знаю, в театр. У меня тут особого выбора нет. Там будет у тебя выбор, не переживай. К тому же ты все, что мог, уже сделал. Там только так. Мелочевка одна осталась. То, что касается только тебя одного. А ты, кто ты такой? Кому ты интересен? Это так. Я никто, знаешь что. А вообще-то я сам себе нравлюсь. Я свой путь прошел хорошо за эти 11 дней. Могу себя уважать. Вот так вот. О. Спичка. Слушай, а откуда они пришли, а? Кто? Да быки эти. И степи, вестима. Откуда же еще? Что это вообще такое, а? Это Авроксы, быки и степных легенд. На улицах все такое. Как в старых сказках ваших. Как из той книжки. Бауэр Мегис, да? Это что же? Степь затопила нас? Затопила город? Да, Бауэр Мегис. Предание о сотворении мира. Вот уж не думал, что ты читаешь такие сказки. Что теперь будет-то, а? Ну чего молчишь-то, эй? Не знаю, идем поглядим, чего мы с тобой натворили. Угу. О. Эй, почему я ходить не могу? Шах и мат. Мы уходим. Почему? Мне тут больше места нет. Но почему? А как иначе? Как угодно, так-то зачем? Это больше не мой город. Он не для людей. Он не для таких, кто полагается на разум. Не для таких, как я. Но уходить зачем, тем более вот так. А как еще? Рассудок, что ли, помешает в таком мире жить? Страшно, что она вернется, да? Песчанка. Да, вернется, но она нам больше не страшна. Нет, совсем не это. А что тогда? Да, в мир вернулось странное, волшебное, необъяснимое живые существа. Их жалко, жалко же их. Нечего бояться. Нет. Значит, бесповоротно. Там впереди, там гибель. Да. Но почему тогда? Так надо. Вот и все. Ну что же, как угодно. Все. О, нифига себе тут людей. Я подумал, сейчас концовка такая будет, какая-то очень такая скромная. Ну, то есть, все, вы выжили. Что все это значит для всех, для нас? Вы помните меня? Конечно, помнит. Кажется, помню. Человек нашего дома. Нет. Нет, конечно. Вы рассыльный. Так? Вы там... Вы нам носили почту. Или нет? Ваше лицо как будто мне знакомо. Ты в смысле? Я тебя это... Подкармливал тинктурами. Чтоб ты не умер. Точнее, не заразился. Я врач, Артемий Бурах. Артемий Бурах? Нет. Такого я не помню. Вспомните? Нет. Идете с нами. Путь предстоит долгий, трудный. Чем нас будет больше, тем вернее дойдем. Нет, нам не по пути. Так, кто следующий? Серьезно? Ну, вы могли как-то это... Поменьше сделать? Хам. А я и не вырасту никогда. Я уже лет 15 как не расту. Возможно. Там я сумею построить то, что не строилось здесь. Там не придется стоять в грязи по колено. Разве здесь мало было построено? Ага. Так, никого не пропускаю случаем. Да, вроде как нет. Давай с этим поговорим. У меня как будто игла в висках. Сделайте же что-нибудь. Не стойте на дороге, дайте пройти. Это бологи... Болото, дороги тут нет. Гриф? Швы, что ли, опять разошлись. Скажи мне, что это... Что все это значит для меня? Ты должен знать. Да нифига я не знаю. Ты узнаешь меня? Конечно, я помню тебя очень хорошо. Я знал, уж ты-то, ты меня забыть не сможешь. Ты мой друг. Я уж подумал, было... Взгляд у тебя уж очень нехорош. Прости, что сомневался. Ты, Матвей Широкий. Знаешь, мы не виделись уже сколько же? Четыре года. Ты изменился. Прямо не узнать. Ладно. Ни слова больше. Ты с нами? Да, я всегда буду с вами. Я не понимаю, что произошло. Почему меня никто не узнает? Я подумал, Савуров настолько, типа, важный или хочет таким казаться, что, типа, ну, я не помню тебя. О, а с ней поговорить я не могу. Ну, она никогда особо и не хотела с нами говорить, да и я тоже. Здесь корни и грязь. Это наш фундамент. С ней не хотел говорить. Что все это... Это значит для меня? Взгляд у тебя такой пустой. Ты узнаешь меня? Нет, я тебя не узнаю, кто ты такой. Артемий Бурах, я был здесь врачом недолго. Не помню такого. Вспомни. Ты идешь с нами? Нет. С тобой я точно не пойду. Так. С ним поговорить не могу. Лара. У тебя черные круги под глазами. У тебя хорошее честное лицо. Останься со мной. Где? В городе. У тебя хорошее честное лицо. Я знаю. Ничего не понятно. Капелла. Возьмем коробку. Аккуратно откроем. И подведем итог. Так красиво. Посмотри, какая луна. Да, красиво. И последнее это Люричева. Линии судьбы не существует. Но ее формулу вычислить можно. И график там такой. Несложный. Со симптотой. Там будет лучше. Нет, не будет. Все. Утомляющие диалоги. О, ой, юн. Руки не слушаются меня. А ты жесток кровный. Лучше бы ты убил меня в тот раз. Ну, я хотел, как бы я не добежал до тебя. Я тебя простил. Действительно я простил. Он бы тоже тебя простил. Носи свой ад в себе. Пускай он жрет тебя изнутри. Ты это заслужил. Ты жесток. Глаза бы мои на тебя не смотрели в убийца отца. Тогда зачем ты пришел? Это теперь мое место. Место, где страдают и умирают звери. Это место для меня. Вот и оставь меня здесь, кровный. И оставляю тебя здесь, старшина Боин. Мне прыгнуть, да? А, вон еще кто-то. Это сама звонка. Руки. Это только то, что начинается с запястья. Это кисти. Это пальцы. Даже только так. Подушечки. Я всегда думал над этой фразой про врата ада. И врата ада не одолеют ее. Она меня завораживала. Я все думал, как это врата могут кого-то там одолеть. Они же просто стоят. Значит, это не просто врата. Они что-то делают с тобой. И вот теперь начинаю понимать. Считаешь, что нашла спуск в ад? Да, ошибаешься, я там был. Мы все были в аду эти несколько дней. И остаемся в аду, если ты не заметил. Хочешь сказать, что мы умерли, но сами того не заметили? Старая байка и скучная. Может быть. Чушь, мы живы, я живой. Это я знаю точно. Ты че на меня так смотришь? Так, спичка опять. Вот уж не думал, что попаду сюда когда-нибудь. Сколько не пытался пролезть, не выходило. Да и страшновато было. Я тоже ни разу тут не был до недавнего времени. Я думал, тут это. Цех или вроде хранилище. Холодно, цепи, крюки, мясом пахнет. Нет, брат, что ты перечислил? Это в аду, говорят. Туда успеем еще. А почему звуки такие? Это что, зверь стонет? Или тут ветер такой? Эта земля просыпается, ворочается. Тут кнутру земли ближе всего. А ну тебя? Я серьезно спрашиваю, а я серьезно и отвечаю. А если бы я прыгнул? О, а спина? Нет. Отсюда никуда не убежишь. Ее мы очень рано потеряли. Ты все сделал правильно, сынок. Заново связал город, который разорвал твой отец. Уклад снова в силу вошел, сбросил город с себя. Земля поглотила его, мать Ботхот торжествует. Сок собрала свою жатву. Наелась, теперь долго спать будет. Выходит, Саба вышла по-твоему. Все, как ты хотела. Я меньшего хотела, не думала, что так будет. Вот и я не думал. Посмотри на меня, Эсегер. Как я люблю тебя. Как восхищаюсь тобой. Ты настоящий эмшен. Ленией провел верно. И ты путем любви шел. Шел путем жалости. Ты нас пожалел. Слабых, умирающих, обреченных пожалел. Ну уж. Добряка ты из меня не делай, Саба. На тебя из могилы вырытые смотрели те, кому не место было на новой земле. Последние вещи, вымирающие, слабые вещи. Ты жизнь в них увидел. Жизнь в неживом увидел. Вернул он нам кровь. Не отобрал он нас жизни, не закопал могилы. Посмотри на меня, Эмшен. Я и так на тебя смотрю. Ты наследство отца своего принял, Эмшен. Так по линиям шел, линии вел. Город связал так, как должно было. Народ свой не предал. Мы смотрели на тебя, но молчали. Прощались с тобой. Думали, все уже решено. Но ты не предал слабых. Не предал нас. Все, Саба, у спины. Остановись. Умерь свои восторги. Уходи. Иди. А я всегда буду издалека смотреть на тебя. Из-под земли стану смотреть на тебя. Я всюду, куда смогу дотянуться, беречь тебя буду. Словно мать Бодху буду для тебя. Я согрею твои следы. Мать. Я еще увижу тебя когда-нибудь. И мы на многограннике. Что за звуки? Теперь вот Бог царел. Эта башня кажется вообще бесконечной. Я уже не знаю. Я поднимаюсь, поднимаюсь по ней. А, вон кто-то стоит. А, это волчонок. О, мое. Конструктор. Этот мор изменил многие судьбы. Моя не стала исключением. Мор заполнил жизнь до краев. Что? Вон еще кто-то. Сколько же людей. Поговорить. Мы тратим годы, копируя то, что уже существует. И совсем не остается времени добавить что-то новое. Свое. Жаль. Я не считаю себя вправе говорить что-то исповедальное. Как хочешь. Согласно одному трактату о военном деле, местность бывает нескольких типов. И каждый тип требует своего подхода. Среди них есть местность, которая называется отчаянная. Когда позади гора, справа река, слева голод, а впереди противник. Про такую местность в книге есть только один совет. В такой местности надо сражаться. Разумно. Я с каждым жителем города вообще должен поговорить что-ли? Вообще, когда-то мы собирались менять мир. Наверное, что-то и получилось. Местами. Но в последнее время мне кажется, что все это воплощение детских комплексов. Чьего-то воспаленного воображения. Эдакие детские сны. Разбудишь ребенка и все исчезнет. Ты о чем? Она капризный ребенок. Она ежедневно требует в разы больше сил и внимания, чем у меня есть. Но каждая потраченная минута возвращается многократно. Поэтому я чувствую себя переполненным. Она отобрала у меня время, но подарила семью. Поздравляю. Я постоянно чувствую себя гонцом, сообщающим плохие новости. Да, это тот, который бегал за нами. Получен достижение. Другое небо. Что за другое небо? Мир все-таки очень красив. Я вот просто вижу, сколько их. И офигеваю. Сколько еще диалогов. Погрузившись головой во вторую вспышку песочной язвы, мне кажется, я смогу ловить саму суть смерти. Выделить ее основополагающую субстанцию, которая удивительно органично присутствует и в живых. Теперь мне нужно поскорее законспектировать свои наблюдения, пока я еще мертв. Мертв? Так. А вы что тут разрисовали все? До сих пор не понимая меру своей ответственности за всю эту историю, я предложила много идей, но почти не принимала решений. Насколько то, что в итоге получилось на моей совести? Ты меня спрашиваешь? Вышла бы она без меня? Уверен, что да. Но смею надеяться, что мое участие сделало ее лучше. Я растворялся в ней. Как развивается реальность в правильном направлении? Вы финал, ребята, очень затянули. Мне вот прям так кажется. Так выше вроде нет ничего. Люблю начинать. Вот это предвкушение интересностей. Так заряжает, поэтому меня подключили к ней примерно в конце. Что ж, жизненно. Я вообще даже половины не понимаю. Че мне говорят? Я не смогла удержать все, что было мне дорого. Все сложило на алтаре. Из-за липкого страха сложно держать мысли под контролем. Но сдаваться поздно. Ва-банк есть ва-банк. Мой главный страх не успеть сделать что-то значимое за жизнь. Здесь моя дверь к возможности оставить что-то ценное после себя. На алтарь легко все. Чтобы только в нее войти. Но я не знаю, что за дверью на самом деле. Вы две близняшки, что ли? Че вы несете вообще? На, лестница еще. Ммм, сам многогранник. Мне нравится эта история. Она про сильных людей в трудной ситуации. Про ответственность, про волю идти через сомнения, усталости и ошибки. Когда вокруг все непонятно и неправильно. Это тяжело, но не напрасно. И я был рад быть здесь. Это необычное время, начавшееся с бравады. Делай как хочешь. И пришедшее к надо так и никак иначе. Непонятно, осталось ли там что-то мое. Что-то, что хотел сказать именно я. Понимаю тебя. С каждым новым человеком все надеялись на чудо, на спасение. Но год назад стало ясно, что никто не нанимается сюда всех спасать. А я? Я здесь, потому что они умерли. Кто-то должен умереть, чтобы мы перестали совершить ошибки. Правильно ли это, что я счастлив? И давай сюда заходить. Все, я надеюсь вы последние. О, крыс. Пять лет моей жизни, несколько часов вашего времени. По-моему, в современной культуре лобовые заигрывания с четвертой стеной это уже пошло. Вы это серьезно что ли? Когда отправляешься в путешествие, обычно думаешь, что хочешь куда-то добраться. Иногда нужны годы скитаний, чтобы понять, что прибытие в пункт назначения это не то, чего ты хотел. Да ну. Я вас всех люблю. Мне больше всего хотелось, чтобы ни разу, нигде в этом городе не появился указатель на какой бы то ни было цели. Это оскорбляет наш интеллект. Кем надо быть, чтобы иметь наглость ткнуть свободного человека лицом в отметку на карте и сказать «Тебе сюда». Ты слишком ленив или глуп, чтобы сообразить это самостоятельно. Поэтому из сострадания к твоей ограниченности я делаю эту работу за тебя. «Тебе сюда, иди и благодари меня за то, что мы все решили... все решили тут за тебя. С любовью всемогущие власти». Но вышло иначе. Такое ощущение, что просто разработчики стебаются над игроками. Всеми этими диалогами. Так, ну я не понял, что делать дальше-то? Вниз еще пойти? Или я не со всеми поговорил? Может быть мне упасть с этого многогранника? Кресло сесть? Нет. Вообще ничего. И как я должен догадаться? Выше подняться я уже не смогу. Давай попробуем упасть. Ох, полетели. Но другого выхода я не видел. Видимо мы правильный выбор сделали. Они совершенно сумасшедшие. Ведут себя как дети. Вам с ними предстоит немало вознений. Кто к нам пришел? Ты собирался прийти в себя? Что же, посмотрим, что у нас получилось. Итак, думаешь ты вернулся? Пришел в себя? Ничего я не думаю. Кто ты такой? Не знаю. Кто ты? Человек. Кто ты такой? Я уже ответил. Где ты? Здесь. Сперва я был близок к отчаянию. Мне казалось, у нас ничего не вышло. Как это, знаете, у астрономов? В древности. Затмение было кратким, закончилось, а вычисления произвести не успели. И больше такого случая у нас не будет еще несколько сотен лет. Какие вычисления? О чем? Вычисления о человеке, о его границах, о том, как преодолевается смерть. Это была не самая удачная постановка. Я бы даже сказал, что это провал. Но она была не бесполезная. Многое стало понятно, и теперь ясно, что... А, как двигаться дальше? Какой будет следующая проба? Что же стало понятно? Смерть победить невозможно, но возможно преодолеть. Но не преодолением жизни, нет. Этот струльт бружий путь нелепо комичен. Человек пока еще не в состоянии так долго выносить свой внутренний ад. Либо устранять этот ад. Смерть преодолевается по-другому, и мы нащупали этот путь. В неблю. Сколько у вас было актеров, игравших Гаруспика нашего? Не помню, уже не считал. Где был настоящий Гаруспик? Где-то там, сам по себе? В истории верно. Знали же вы его путь, когда ставили свой этюд? Как преодолевается смерть? Человек разделяется на множество сущностей. Человек выходит за пределы своего слабого тела. Человек выходит за пределы своего я. Это то, что делала с человеком песчаная язва. Обезличивала. Тело уязвимо для смерти. Я уязвимо для смерти. Ограниченное существо уязвимо для смерти. Они привлекают смерть, как ночной фонарь привлекает москитов. То, что разделено на множество тел, множество личностей, множество восприятий, смерть это может сопротивляться. Это так. Разделение предполагает связь. Смерть побеждается связью, а связать можно только разделенные и разные вещи. Множество форм я сменял, пока не обрел я свободу. Так писал один древний поэт. Кто ты такой? Кто угодно. Наша работа закончена. Вы можете выйти в гримерку и разоблачиться. Это за кулисами. Вы помните, вы там начинали. Желаю вам удачи и благодарю за неоценимую помощь в нашем нелегком эксперименте. Нет, я нашел свой путь, обрел себя и останусь самим собой, Артемием Бурахом. Так что, пожалуй, нет. Мне обратно в город. Я как-то успел его полюбить. Там меня ждут. Я могу выйти или в гримерку? Зайти. Так, с вами поговорить можно? Моя ветка называлась Прыжок. Моя ветка бывшая была. Выйти. А интересно, если бы я пошел в гримерку. Ну все, вот это уже точно финал. Фигня эта вырасти не успела. Мур. Вот как-то так. Получено достижение и магу. И пошли титры. Зашел за угол управы и нашел тело Аглая. Обыскать. У нее есть револьвер, который нам уже нафиг вообще не нужен. И... Это ты, я тебя нашел. Ну, короче, они ее просто убрали. Мы можем ее еще порезать. Просто ради интереса. Что, у нее органов нет? Серьезно? А почему так? Репутация упала, но... Это нам уже по барабану. И давай смотреть другую концовку. Надеюсь, она будет кардинально отличаться и не будет такой затянутой. Сейчас отдадим бумаги. И будем смотреть, как многогранник расстреливают. Так, что у нас там? Водички выпьем. Бинт, наверное, еще съедим. Хотя, наверное, уже незачем. Давай самозванкой. Не золото, не полово, олова. Сначала поговорим. У нас важный разговор. Может быть, самый важный разговор в нашей жизни. Ты не мог бы нам не мешать? И о чем разговор? Мы говорим о войне. О войне? О войне. О преступных приказах. Об истории. О чести. О долге. О правде. Сейчас мы говорим о словах. Ты не мог бы уйти. Так ты что, в самом деле святая? Пожалуйста. Ты нам мешаешь. Уму непостижимо. У нас осталось еще два дня. Послезавтра нужно принять решение. Это приказ властей. Даже если вы нашли источник сырья, уже поздно. Мы исполняем приказ и отбываем на фронт. Решение принято. Значит, будет бомбардировка? Приказ можно исполнить лишь формально. Мне нужно указание точной цели за подписью чрезвычайного правительственного комиссара. Это даст нам законную лазейку пощадить город. Скажите спасибо вот этой девочке. Она ручается, что эпидемия не вырвется наружу. Я ей поверил. Что ей, самозванки, ей выстрелить все же придется. Если будет обозначена цель, значит обсуждать тут нечего. Вы принесли распоряжение о цели бомбардировки и сопровождающие документы, так? Обоснования и доказательства за подписью комиссара тоже? Да. Благодарю, вы свободны. Бурак, стойте. Так точно стою. Отправляйтесь с нами. Нам нужен опытный медик. Возьмите Донковского. Я сам думал об этом. Благодарю. Нагоню вашу часть, когда закончу свои дела здесь. Да, у меня тут дел-то вроде и нет. У дурка это живые люди, я выбрал их. Песчаная язва уйдет навсегда. Выбор сделан. Сейчас по этому многограннику выстрелят. Не туда? Ну да. Это был выстрел? Да, они бомбят многогранник. Все, он упал. Такая музычка и грустная играла, пока я сюда бежал все это время. И вот кровь льется. Я могу набрать? Зачерпнуть кровь. Получены достижения дневной финал. День 12, в который гаснет свет. И опять с попутчиком поговорить. Тяжелый сентябрь выдался в этом году. Я думал ты спросишь, как я оказался в этом гробу. Ты пережил смерть, это твоя победа, ты единственный выживший. А че, опять все то же самое вообще? Пережил смерть, это шутка такая. Почему болезнь одних убивает? Это мы видели. Или осознать, что она не исчезновение. Что ты сделал с городом? Или что город сделал с тобой? Ты понял его? Ты своему городу будущее подарил. То есть, абсолютно то же самое. Там будет у тебя выбор, не переживай. А, ну вот сейчас по-другому. А, то есть мне теперь ходить по городу? По каждому человеку? Даже там было лучше. Они хотя бы примерно в одном месте стояли. Пора гасить свет. Пора гасить свет. Ай, город открыт мне всегда был. Прикоснусь к нему в последний раз. И вернусь туда, откуда начал. Хорошо, давай посмотрим сначала эти метки, где гаснет свет, а потом сходим в театр. Время всегда стоит на 12.20. Нам дает время по всем пройтись. И даже жажда не наступает. Можно бесконечно бегать. Ну, не бесконечно, но намного лучше. О, со всеми говорить. Наверное, я единственная в этой компании, кто действительно догадывается, что все это сделали вы. Расчеты в урах. Цифры не врут. И знаете, я понимаю вас. Шансы были 50 на 50. Знаете, вы дали мне импульс. Я от них не писатель, но я вас напишу. Рад, что автором будете вы, Юлия. Можно быть уверенным, что текст не выйдет слишком драматичным. Это будет научная работа. Но вот название я решила пожертвовать наукообразием. И назвать ее в духе позапрошлого столетия. О связи всего. Как вы это оцените? Ну, вы же автор, наверное, удачно. Спасибо. Я думаю, в столичных академических кругах возникнет несколько вопросов. Вопросов к предмету моего исследования. Может быть, согласитесь отправиться со мной в качестве ассистента. И, скажем так, объекта исследования. Это вроде крыски. Нет, знаете, обожду пока. Время вытекает сквозь пальцы. Ждать больше нельзя. Эмшен. Ой, нон. Я правильно это произнес? Эмшен? Не совсем. Надо сильнее глотать гласные. Будто сдавлено все во рту. А, не важно. Ну что же, вот и конец. Не так ли? Вот и конец, Сэрдэм. Тяга к бессмертию будет стоить мне жизни. Вряд ли столичным властям было действительно интересно. Удастся ли мне победить смерть? Скорее, они бросали еретика в огонь. Не думая, вернется ли он с того света. Прости за патетику. Ну уж и жизни. И не только в моей. В Тонатике мы боролись за жизнь. За право на жизнь. За то, чтобы жизнь была возможна. За то, чтобы смерть никогда не говорила о жизни Ветта. Вот что у нас отобрали. Эта башня, впрочем. О чем теперь говорить? Ее больше нет, значит нет и надежды. Понимаю, тебе нелегко. Ученый отправляется в лапы смерти, чтобы победить смерть. Его встречает смерть. Над ним смеется смерть. Смерть его дразнит смерть. И ученый остается в дураках. Как если бы тот самый еретик со всей дерзостью плевался на пламя. Надеюсь его потушить. Не много ли смертей тут столпилось? Ты постарел за эти дни или просто сдался? Ну, латынь, наверное, какая-нибудь. Я уже говорил тебе, я не понимаю этого варварского языка. Еще и тени. Был человек, а осталась дыра. Нет здесь теперь человека. Прощай. А, наверное, тут кто-то умерший, да, должен сидеть. Был человек, а осталась дыра. Понятно. Это что мы так много всех потеряли? С тобой поговорить нельзя. Ну и все тогда. Бег-то действительно бесконечный. Даже когда дыхание кончается. Жаль, что я этого раньше не узнал. А то я восстанавливал его. Давай, заходим на многогранник. Кто-то нас тут ждет. Вообще, наверное, тая тычек должна была ждать. Но она-то у нас умерла. А, опять самозванка. Ног прямо вот совсем не чувствую. Пойдет смеяться. Дай-ка потрогаю. Вроде нормальные, теплые. Я умираю, потрошитель. Совсем-совсем капелька меня теперь. Будто бы кто-то взял и разрезал меня напополам. Все вытекло и ничего почти не осталось. Не верю. Таких как ты запросто не разрежешь. Дурак ты, потрошитель. Такой же ты невыносимый дурак. Наслушался про кровавые реки. Эта история вообще не о том была. Слышишь, не о том. Ты не знаешь, кто там наверху. Кого ты на самом деле убил, не знаешь. Наверху кто же? Те, кому тебя даже не пригласили. А меня они ждут, бедненькие мои. Не дождутся теперь. Ничего, отсидишься и дойдешь как-нибудь. Давай посмотрим, кто наверху нас ждет. О, так вы не умерли? Ну, он вроде как сидит. Ему может быть там плохо. Но он же не умер. Так, на каком это этаже? На этом. Давай, пошли. Мешки всякие. Вот этот ход так и не пригодился. Зачем туда дверь открыта? Эй. Это все, что я должен был сделать? Серьезно? А в Шахенне, случаем, не надо? Где-то здесь еще кого-то надо найти, а вот... А, это Уюн. Был человек, а осталась дыра. Конец здесь теперь человека. Да не мог я столько людей потерять. У вас слишком много. У меня бычья шея, чтобы тянуть ярмо. Ну, это тот же диалог, что мы уже видели. Носи свой ад в себе. Ты жесток. Угу. Видишь ли ты каменный рог, кровный? Ты знаешь, что это за рога? Нет. Когда-то Алонга были храмом. Городом были дороги в степи. И ворота в степи были его мостами. Алонга тогда были головой быка. У нас не было слова город. А сейчас город вырос сверху, алонга внизу. Были головой, а стали... Зачем ты мне это рассказываешь? Ты сейчас торжествуешь, кровный. Но пройдет время, совсем немного времени. И что-то перевернется в тебе. То, что было наверху внезапно внизу, кажется, ты увидишь. Я оставлю тебя здесь. И возле дома отца кто-то должен быть. Ага. Спичка и кто-то умерший. Не спеши, козел. Все волки твои будут. Чего делать будем? А что теперь сделаешь? Будешь меня учить? Придется. Надо же смену себе оставить. Чтобы хоть лет через десять убраться отсюда. Это куда еще ты собрался? Шучу. Куда ж я отсюда денусь? Привязан теперь. Ты смотри, ты нас сейчас не бросай. Город восстанавливать надо. Надо? Он же еле живой. Без тебя не выживет. Это без тебя он не выживет. На меня не перекладывай. Вам, ребятки, и восстанавливать. Для того вас отец и берег. На руинах надо кого-то найти. Угу. Тень. Прощай. И все? Нет. Еще кто-то выше есть. О. Секретик. Мелок лежит. Давай заберем. И там Лара. И гриф. Одного воробья на двенадцать блюд не разложишь. Как раз стою. Думаю, придешь или не придешь. Пришел вот. Говорят, ты каких-то малышей себе взял. Сироток. Взял. Как растить ты их будешь, папаша? Справлюсь уж как-нибудь. Помочь? В смысле? Да без всякого смысла, дурак. Просто помочь хочу. И тебе помощь и мне веселей. А то знаешь. Знаю, согласен. Эх, раскумарить бы тут огоньку да пожарче. Ни разу не забирался сюда, представляешь? Чем думаешь заняться теперь? Ничем. Ничего делать больше не хочу. Я все спросить тебя хотел. А зачем ты действительно к ней пошел? Она была властью, а ты? Вором. Да, не просто вором. За правилой. Меня первого на эту веселицу должны были бы. Так рассуждаешь? Ну? Вот и я так же рассудил, а того и пошел. Не игрок ты, медведь. Если твои фоски под козырей так и так лягут, с них и ходи. Выбивай козырей у того, кто банкует. А там и свою карту сыграешь. Вот так и рассуждал. Да только вышло не по-моему, как видишь. А как же? А так и вышло, как видишь. Я с ней в карты пришел играть. А она со мной в шашки сыграла. Даже не в шашки. На мне сыграла. Как на дудке. Кто же знал? Ну так ее больше нет. Не желаешь обратно вернуться? Дурак ты, медведь. Я пока там сидел, понял, как часы крутятся. Думал, что раньше понимал. А понял только сейчас. Часовщиком был. Им останусь. Да только с другой стороны смекаешь. Нет, надеюсь, потом пойму. А тут много людей. С каждым нужно поговорить. У тебя легкая рука, так? И тяжелое сердце, так? Нет. Надо наоборот. Видишь, все хозяйки в сборе. Не много ли вас тут? В самый раз. И для чего же вы сюда пришли? Так, знакомимся. Видишь, каждая пришла как будто случайно. Каждая будто сама по себе. Словно в свои мысли погружена. А на самом деле знакомимся. Признаем друг друга. Ничего себе у вас дипломатия, девочки. Мы не девочки. Мы хозяйки. Увидишь через несколько лет. Понравится ли мне то, что я увижу? Зачем у тебя эта ухмылка нелепая на лице? Что ты так смотришь? Разве не этого ты хотел? Для чего же ты зерна будущего города сохранял? Они скоро дадут свои всходы. Долго ждать не придется. Не знаю, может, этого и хотел. Ты иди, иди себе. Тут не твой разговор. Кто-то тебя там ждет. Ты не слышишь? Слышу. Здесь корни и грязь. Это наш фундамент. Мать одобрила бы мой замысел. Она любила людей. Я людей не люблю. Однако верю, что если относиться к ним с уважением, они вернут это сторицей. Экономическая выгода строится на человеческом достоинстве. Достоинство вот слово, которое раньше редко звучало в наших просторах. Расскажите о ней. Невозможно. Вряд ли найдутся слова, чтобы описать ее характер. Забота, защита, участие, тепло, бережность, нежность, любовь. Глупо. Все это то и не то. Знаете, я ведь сам был с ней не слишком близок. Наверное, даже можно сказать, что я был единственным, кто ее не любил. Но нельзя отрицать. Она хранила наш город. Она держала его. Я знаю. Я не любил мать. Но некоторые вещи она в меня крепко вложила. В частности, то, что забота – самая верная стратегия поведения. Уважение и достоинство. Вот цемент, которым я намерен скрепить нашу экономическую базу. Как же вы намерены действовать? Я начну с простых вещей. Восьмичасовой рабочий день. Запретить детский труд. Страховки. Пособия для инвалидов. Увеличить оклады. Только-то? Разве мало? На вашем месте я бы подумал об условиях нашего товара оборота. Знаю, сам думал об этом. Послушайте, Бурых. А не хотите ли мне помогать? Чтобы осуществить мой замысел, понадобятся люди, особенно такие, как вы, имеющие влияние на уклад. Так что же, по рукам? Нет, Влад, я врач, а не управляющий. У меня своя работа. А вот тут, наверное, должен был быть старший Влад. Но он у нас умер. Я бы хотела получше узнать Марию. Ведь скоро мы станем соперницами. Сердечно благодарю тебя за твои поступки, Артемий. Ты все сделал правильно. Ты повернул город в будущее. И я всегда буду рада отплатить тебе за это добром. Ты так вежливо говоришь, будто мы чужие. Я знаю, ты грустишь о потерях. Но ты спас главное, Удурга. Потому что Удург это мы, люди, дети. Мы вырастим и построим новый город. Отлучше и равновеснее прежнего. Холодно от твоих слов. Мне мнится, что до тебя ты уже взрослая. Да, Артемий, ты прав. Из чего ты начнешь? Мы поженимся с Каспаром. Каины с Ольгимскими станут одной семьей. Многогранник, проект быков. Все это были страшные машины утопий. Заводы по переработке людей на идеи. А мы построим мир, где людям не размалывают кости ради громких слов. Но ты же не любишь, Хана. А ты не любишь меня, но мы с тобой все равно будем союзниками. Это мы еще поглядим. Незабудка. Это желтенький мелкий такой цветок, да? А какая все-таки красивая. И ведь, казалось бы, такая дрянь, камень. Что угодно лучше камня. Воск, шелк, стекло. Камень-болванка для болванов. И все равно даже в нем видно. Да, Нина была красивой. Кажется, это первый раз, когда ты на меня не орешь. А я думал, Каины ценят архитектуру. Зачем ты пришел? Люди ходят к хозяйкам. А что у вас здесь? Помолчи, будь любезен. Что ты вечно со мной разговариваешь? Кто тебе сказал, что так можно? К матери такие, как ты, не лезли, а ко мне лезут. Как вас научить? Попробуй каленое железо или кипятком плеснуть. Нина не чуралась людей. Ну, знаешь, мама, это и интересно. Я не хочу на другой берег перешагнуть старое просто. А я не люблю, когда просто. Видишь, сколько тут еще таких необработанных грязи, которую нужно пережать в алмазы. Тигель бы только создать. Ну, спасибо. А знаешь, мать, Тигель, это я. Какая мать? У меня так жарко в груди по утрам бывает. Небо становится алым, и если я кого-нибудь в этот момент поцелую, он тоже это увидит глазами. Правда, первый, он потом спать не мог и через неделю умер. Но в следующий раз я попробую лучше. Красная, да, Нина была черная, а ты красная. Так, не все еще сделал. А кого я пропустил-то? А, Хан. Все-таки девочки лучше мальчиков. Мальчиков не возьмем. Вы всегда появляетесь так не кстати. При всем уважении, разумеется. Мне жаль вашу башню, Каспар. Я очень уважал вашего отца, Мастер Бурах. Дружбы между нами не было, у нас с вами тоже не будет. А вот уважение возможно, все в наших руках. Что же ты будешь делать дальше? Дальше мы будем... Мы все будем делать вместе с Капеллой. Спросите ее. То есть, из вас двоих она, главное, не удивлен. Сабуровы. У меня как будто иглы в висках. Сделайте же что-нибудь. Мой муж больше не комендант. Вот как? Он теперь правитель. Проект быков разрушен. Альгимским конец. Каины. Ха. Если они теперь и есть, то больше не на этом берегу. Все разбежались, как дети после игры. И только мой супруг никогда не бросит своего долга. Не бросит свой город. Быстро во всех в предатели записали. Альгимские всегда были кишками. Горячим мясным брюхом. Сытым и живым. Каины нервы, сыплющие искрами обещаний. Люди льнут к брюху, потому что там тепло. Тянутся к нервам, потому что это выход за пределы. Но все боятся прикоснуться к костям. А Костя это значит вы? Да. Муж хребет этого города. И теперь, когда с него свалилась эта неслыханная тяжесть, он распрямится наконец. Звучит жутковато. Катерина больше не хозяйка. А кто же? Вы ничего не знаете о ней. Наш проклятый город задушил ее. Навязал ей дурную роль. Она внушила себе, что должна стать кем угодно, только не собой. Такой уж этот город. Кем угодно, только не собой. Раньше она была совсем другой. Совсем другой. С ней говорила земля. Это не всякий выдержит. В этом городе найдутся другие хозяйки. Пускай. А Катерина для начала вернет жизнь собору. Как? Увидите. Мне что-то стало вдруг не по себе. Так. Подожди. Почему мы здесь не закончили? Если вроде как должны были. Ладно, пошли на вторую метку. Она где-то прям рядом. Тень и Каины. Я слишком стар. Меня уже ничто не испортит. Я боялся, что этот город Колыбель. Но Колыбель оказался ковшом катапульты. Время отрываться от земли? Симон был лучше меня. Он сделал то, на что мне никогда не хватало бы смелости. Вонзил нож в собственного первенца. Правда, не сумел вытерпеть его крик. Но он преуспел. Симон Каин и Сидор Бурах сделали нашему городу прививку о смерти. То есть вам известно? Вы знаете? Конечно, знаю. Я же судья. Отец, он не нарочно это сделал. Нарочно. Я имел ввиду, что это все равно должно было случиться. Мы с братом много лет уже готовились, предполагая, ожидая катастрофу. Вроде этого Мура. Мы знали, что пережить ее смогут лишь те, чья жизнь имеет цель и смысл. Чья душа натянута как тетива. Я и представить не мог, что их окажется так много. Воистину, мы живем в лучшем из миров. Умерло еще больше. Мы сделали шаг вверх. Всего один, но сделали. Миссия дома Каинах на этом берегу закончена. Так почему же Симон, брат-близнец, мне снится до сих пор? Я тоже вижу горькие сны. Прощай. Так. Там все-таки что-то еще есть. Давай смотреть. Сюда показывает. Странно. В театре тут стоит бессмертник. Сейчас с ним пообщаемся и, наверное, все. Я один здесь, живой. Кто к нам пришел? Ты собирался прийти в себя. Что же, посмотрим, что у нас получилось. Итак, думаешь, ты вернулся, а пришел в себя? Ай, ничего я не думаю. Кто ты такой? Ну, опять тот же разговор. Кто ты? Я никто вот заладил. Я везде. Сперва я был близок к отчаянию. Мне казалось, что у нас ничего не вышло. Это тоже мы видели. Что же стало понятно? Внемлю. Сколько вас было актеров? Ни одного. Бурах, это я. Я не актер. Ой. Как преодолевается смерть. В этом нет здравого смысла. Это мое дело. В этот раз зайдем в гримерку, хотя логичнее было бы сделать наоборот. Что у нас тут высветилось? Город открыт мне всегда был. Прикоснусь к нему в последний раз и вернусь туда, откуда начал. Так. Что-то тут нифига не видно. Ё-моё. Где мой фонарь? Зажечь. Выйти. Мор. Тут даже просто ничего не показали. Еще и так криво надпись вылезла. Спасибо за представление. Вы свободны. Ага. И все. Ну вот как-то так. Прошли целиком и полностью за гору спика. Получается две концовки. Тут больше никаких концовок нет. Потому что я искал. Все говорят, что их только две. Ну и как бы мы пытались найти там концовку Саглая. И там никак она не получается. Слишком затянутый финал получился. Как-то даже впечатление испортил что ли. Прям утомил так. И вот эти вот разговоры. Непонятные. Вообще игра конечно зашла. И буду ждать других персонажей. И за них тоже проходить. Потому что там будет совсем другой сюжет. Как у нас тут было с отцом. Вот этими вот всеми тинктурами, линиями, связями. А там будет что-то свое. Ну в конечном итоге конечно то же самое. Что либо спасти, либо не спасти наверное город. Но опять же немного по-другому. Как мне кажется. Потому что тут у нас вот и было все. С этими степными народами. Ладно. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.